Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад, который порекомендовала девушка-женщина под ником Степан Ник. Называется он «Какова ваша самооценка?». Расклад будет по позициям, камешки видите, тайм-коды есть в описании. Если вдруг когда-нибудь опять я ошибусь, либо забуду поставить поэтам тайм-коды, дайте мне об этом знать. Иногда такое тоже может быть. Колоды, которые я выбрала, я не знаю, с какими я буду работать и что и как. Это Таро Привидений, Таро Темного Света, Мона Лиза сегодня я хочу поработать и Таро Сумасшедшего Дома. Ну, а мы с вами приступаем. Позиция номер один. Так, колоды, наверное, отодвину. Какая пригодится, не знаю, что и как буду смотреть по обстоятельствам. Так, голову мы уберем подальше, чтобы места мне было тоже побольше. Вот так, вот сюда и поставлю колоды. Люблю, когда просторно. Итак, позиция номер один. Сначала мы посмотрим общую энергию на сейчас. Какова ваша самооценка, потому что она может меняться в зависимости от вашего гормонального фона. То есть на самооценку напрямую влияет не только наш ментальный план, но и химия нашего тела. Гормоны. То есть на настроение. Итак, общая энергия по первой позиции. Ну, аркан умеренности, да, прекрасная. Такое, знаете, расслабленное, удовлетворенное, спокойное. Я бы сказала, либо я вас словила в тот момент, когда вы только проснулись, либо вы засыпаете. Такие, знаете, такой процесс, когда, как говорится, голова еще не включилась. Удовлетворительное, я бы сказала. Я не могу сказать, что вот оно прям негативное, да. А такое больше расслабленное. Ощущение того, что как будто бы мы какие-то мысли отложили на потом. То есть не время еще о чем-то там думать. Нету каких-то вот проблем, конкретных задач, которые вам нужно решить на данный момент. Такое спокойное фоновое состояние. Сказала, спокойное фоновое состояние. Вот, это связано, скорее всего, с тем, что вы сейчас восстанавливаетесь. Восстанавливаетесь, да, некое такое процесс исцеления от вашей внутренней борьбы. То ли вы прошли какой-то этап своей жизни, когда, как-то, знаете, сами себе, своими мыслями причиняли некую такую боль, да, как момент какой-то вот наказания. А сейчас то ли вы переосмыслили и поняли, и сделали какие-то определенные выводы, либо сейчас нету вот этого конфликта, нету этих болезненных ситуаций, да. То ли вы исцелились, то ли вы находитесь в момент исцеления, то ли, как я сказала ранее, да, вы на какой-то момент вот эту вот внутреннюю борьбу отложили. Сейчас присутствует энергия успокоения, да, вот когда мне хорошо, вот я успокоилась. Такое бывает, когда, знаете, переделаете все необходимые дела в течение дня, а потом вот как-то вот расслабляетесь, да, спокойно. Причем спокойствие – это не в физическом плане успокоения, а именно на ментальном уровне, то есть когда вас уже не съедают какие-то мысли, мысли в плане задач, в плане какого-то вот здесь момента самобичевания, да, присутствует, какое-то вот наказание самого себя. Да, сейчас на данный момент такого нет, но в принципе вот некий такой гнев, раздражение, недовольство – это ваше фоновое состояние, но сейчас этого нету. Хорошо, это ваша общая энергия на сейчас. Какова ваша вообще самооценка при общении с мужчинами? Если вы мужчина, все равно смотрите, потому что и для женщин тоже будет отдельно. Ваша самооценка при общении с мужчинами? Ну, такой, знаете, некий азан, азарт, интерес, действительно. Я могу сказать, что ваше общение с мужчинами, она на равных, некая такая конкуренция, соперничество, есть такое некое доминирование, то ли в вашем окружении мужчины порядком ниже интеллектуально вас, либо если они на равных, все равно вот возникает какой-то соревновательный момент, да, насколько я могу отточить свой интеллект именно в беседах, в разговорах, да, насколько здесь не про превосходство, а здесь вот именно соревнования, да, кто кого, насколько я смогу переиграть, насколько я могу продумать несколько шагов наперед, выстроить некую такую стратегию по отношению к другому, вот как-то вот переиграть. Здесь азарт вам очень нравится, коммуникация однозначно с мужчинами, независимо от вашей гендерной принадлежности, она такая больше спортивного некого такого интереса, да, и это когда волны и вот спокойное озеро и начинаешь его как-то тербушить, трогать, чтобы вот как-то раскачать, да, то есть такое ощущение, что вот это вот ваше внутреннее некое такое самообичевание, да, наказывание себя, именно ментальное, вот когда оно требует выхода наружу, ощущение того, что вот вам, вам с мужчинами очень интересно, да, здесь присутствует именно интерес, вовлеченность, азарт, спортивный такой интерес, это как раз вот это вот ощущение марсианской энергии, которая долгое время подавляется, она находит именно правильное русло, да, выходит в правильное русло, то есть вы ее сублимируете. Когда вы не воюете сами собой внутри себя, вы воюете с мужчинами, но с хорошей точки зрения, здесь нету такого, знаете, негатива, нет, здесь прям реально некий мозговой такой штурм, да, а я вот так могу, а ты это, да, когда вы начинаете читать мужчин между строк, что он подразумевает, а как он может его дальше стратегический какой-то шаг, такое ощущение, что вот здесь общение больше идет вот на уровне некой такой либо профессиональной сферы, да, в социуме, либо какое-то, вот, знаете, духовное развитие, когда именно в диалоге мужчина дает вам какую-то идею, что-то рассказывает, у вас рождается какая-то вот ответная реакция на это, какие-то мысли, да, инсайты, может быть, происходят, происходит, вы возвращаете, вот такой, знаете, некий пинг-понг интеллектуальный, но он не холодный, он позитивный, в нем нету негатива, да, это вот как раз вот сублимация вашей марсианской внутренней энергии. Еще какова ваша самооценка при общении с мужчинами, ну, аркан солнца, то есть, знаете, в какой-то степени иногда, особенно если вы женщина, да, где-то самоутверждаете за счет мужчины, но опять-таки не через какую-то вот женскую свою энергию, да, вы можете, здесь вы можете использовать либо какой-то, вот, знаете, детский подход, вот, если это не профессиональное общение, какое-то вот личное, и вы женщина, то, знаете, как-то так пофлиртовать, глазками так пострелять, ресничками упадешь, который такой, вы знаете, вот, некий формат заигрывания, да, когда дети хотят что-то получить, они начинают использовать свою наивность, детскость, как формат манипуляции, это вот такой вот формат тоже у вас может присутствовать, либо, наоборот, самоутверждение за счет того, что, а, ты не ожидал, если вы женщина, опять-таки, да, а ты не ожидал, что я могу и так, да, что я и на это способна, то есть я в твоих глазах, допустим, как женщина была низшей касты, вот, оказывается, это не так, но если здесь речь идет о мужчинах, то есть мужчина смотрит, да, как вы общаетесь, то здесь проявляются лидерские качества, хотя у женщин тоже такое может быть, когда человек такой, знаете, ну, ваша самооценка, она приподнята, вот, с мужчинами такое ощущение, что ваше общение, оно достаточно позитивное, оно яркое, оно вас наполняет, если вы женщина, то вы самоутверждаетесь, да, то есть чувствуете себя такой притягательной, интересной, манкой, веселой, теплой, то есть в вашем окружении хочется быть, если вы мужчина, то здесь проявляются такие качества уверенности, тоже такая, знаете, некая харизма, ну, я бы сказала, актерского мастерства, да, не про лицемерие здесь нет, а про умение настолько втянуть в диалог своего собеседника, что в какой-то момент собеседник забывает о том, что он в кавычках ведом, что диалог идет туда, куда вы хотите, а не туда, куда он, то есть, знаете, вот как удав на мышку, да, как они, какое-то вот такое гипнотическое состояние, это я сейчас рассказываю про мужчин, на других мужчин, да, что в какой-то момент хочется так встряхнуть голову и сказать, это что было, да, какой-то вот такой вот некий гипноз, то есть, что сейчас произошло, но однозначно здесь проигрываются лидерские качества. Праздник, веселье, здесь хорошая самооценка при общении с мужчинами. Давайте посмотрим при общении с родственниками вообще в семье, да, что у вас происходит с самооценкой, как вы себя ощущаете. Опять пятерка мечей. Вот здесь вот с родственниками, да, я бы сказала, что есть некая такая конфликтность. Здесь ощущение того, что некого недопонимания, что вас однозначно не совсем понимают, от вас как-то бегут. Почему? Потому что где-то на интуитивном, возможно, уровне каком-то, да, они понимают вашу силу, то есть ваше вот это вот превосходство доминанта, да, то есть ощущение того, что вы как будто бы тянетесь к своим родственникам, родственникам, либо к семье, а они от вас убегают. Почему? Знаете, здесь ощущение того, что если у вас действительно есть какие-то способности, да, либо предсказывать, либо вообще здесь очень сильно развит ментальный уровень, да, человека, вот именно умение зрить в корень, в ситуацию, то вот именно вот таких вот моментов люди боятся. Знаете, они боятся того, что им непонятно вы, откуда у вас такие знания, да, ну, я не знаю, может быть, вы что-то можете сказать, и это обязательно случится, да. Здесь ощущение того, что вы как будто бы предсказываете. Если у вас есть дар предсказания, то окей, они его боятся. Если у вас нет дара предсказания, а вот просто очень хорошо выражена чуйка, то вот именно вот этих каких-то качеств, они боятся того, что им непонятно. Ваш уровень интеллекта, то, как вы мыслите, им достаточно сложно понять, да, особенно если у вас есть какие-то хобби и интересы, которые связаны как раз с предсказательной такой системой. Здесь есть вот этот вот страх. Еще ваша самооценка при общении с родственниками, да, либо с семьей. Так, на этой карте, знаете, здесь присутствует все равно какое-то расстояние, да, какая-то дистанция, некая такая холодность, когда вы больше находитесь в позиции наблюдателя. Когда вы в большей степени находитесь в позиции наблюдателя. Знаете, очень напоминает советский такой мультик, да, я не помню, как он называется, там зоопарк, и мама привела в зоопарк детей. И вот там сидит, значит, одна обезьянка, мама обезьянка, а вокруг нее много ее детей. Вот она их держит, знаете, за хвост у одного, то у другого, создавая такое ощущение некой свободы этим маленьким обезьянкам, да, что типа дна, и тебя никто не держит, а ты можешь делать, что хочешь. Вот они убегают, убегают, а она их за хвост держит. Ну, то есть, есть некий такой контроль. Так вот, что касается вашей самооценки, да, я бы сказала, что она здесь и не завышенная, и не заниженная. А здесь, ну, помимо того, что нету какого-то взаимопонимания, да, все равно присутствует ощущение некого, не скажу, что это одиночество, а некая такая дистанция, когда вы, вот как раз-таки какая-то мама, да, обезьяниха, дает позиции наблюдателя, вы наблюдаете за тем, что происходит с вашими родственниками. Причем, знаете, с некой такой ухмылкой, не в негативном ключе, а в плане того, что я знаю, что с тобой будет, да, то есть, ну, окей, ты не хочешь меня слушать, не надо, да, но все равно так оно случится, как я сказала, да, то есть, независимо от того, что ты считаешь. Вот здесь какая-то, какое-то такое, знаете, вот вы больше наблюдаете, что делают ваши родственники, как они себя ведут, да, и уже заранее, ну, понимаете, что будет, как будет. На самом деле, на самом деле, я спрашиваю про самооценку, мне показывают здесь ситуацию, для вас это, знаете, такая некая ноша, которая мешает вам в дальнейшем пути. Кто-то, может быть, вам даже в какой-то степени завидует, да, считая, что у вас такая самая идеальная семья, либо приятное такое окружение, которое вас может поддержать, да, ну, вот какая-то зависть присутствует, вот, но для вас это все равно некая такая ноша, да, безусловно, она ценная, да, безусловно, она необходима, но вот в вашем пути она как-то, она мешок золотом, да, здесь вот как мешок золотом изображен, да, вроде бы я тащу за собой этот мешок золота, а за мной гонятся быки. И я понимаю, что для того, чтобы от него убежать, да, надо сбросить вот этот лишний балласт, но в этом балласте есть деньги, а это уже само себе является некой такой ценностью. И вот замедляя свой бег и шаг, ты на свой страх и риск тащишь с собой этот мешок. Вот здесь вот примерно такая же ситуация у вас по отношению к вашим родственникам. Здесь я не могу сказать, что есть какая-то самооценка, ощущение того, что вы сами по себе, а не сами по себе, да, здесь нету какого-то вот прям контакта. Хорошо, что происходит с вашей самооценкой при общении с коллегами? При общении с коллегами, со служивцами, если вы работаете на себя, то с клиентами с вашими. Арканмира, здесь вообще с самооценкой, знаете, у меня общее такое ощущение, что на вашу самооценку, так сказать, ну, правда, еще рано, да, надо еще дальше посмотреть варианты, но вот до этого момента я могу сказать, что что-то такого особенного, да, на вас не влияет, на вас влияете вы сами, скорее всего, это ваша реакция на других людей, потому что по этим картам то, что я вижу, нету какого-то, знаете, вот влияния, что как-то вот вас принижали, занижали, нет. Арканмира, он говорит о том, что вы, знаете, как будто бы либо вы находитесь на одной волне с теми людьми, да, ну, я имею в виду с коллегами, клиентами, у кого кто, либо здесь такое вот ощущение, что опять-таки присутствует дистанция, тоже как вариант, да, по Арканумира. Возможно, вы работаете на удаленке, да, либо какие-то, какое-то расстояние присутствует. Но, в общем, здесь, опять-таки, 21-й Аркан Мира, это Аркан Единения, это понимание того, как устроен наш мир и ваше место в этом мире. Вот здесь как будто, вы знаете, чувство, что вы находитесь вот именно на своем месте. Все хорошо, четверка Жезлов, она всегда говорит о каком-то празднике, о веселье, да, когда вас понимают, когда вас, ну, ощущение, что вас окружают единомышленники, либо, по крайней мере, здесь люди, которые вам, ну, никак не препятствуют. Здесь я не вижу, чтобы было как-то негатив. Да, сплетни однозначно. О таких людях, как вы, нельзя не сплетничать. Вы всегда интересны, да, почему? Потому что присутствует какая-то, вот, знаете, пелена между вами и другими людьми. Такое ощущение, что вот вы, не то, что вы не от мира сего, а вы сами по себе, как личность, являетесь некой такой тайной для других людей. Возможно, вы не так много говорите, либо говорите и совсем так. Ну, понимаете, ваш характер и то, как вы проявляетесь в мире здесь, у меня по ощущениям порядком выше тех людей, с которыми вы так или иначе взаимодействуете. И здесь не про унижение, еще расскажу, здесь не про надменность, а здесь просто уровень вашего интеллекта. Ну, это вот представьте, если бы вы, я не знаю, в каких-то военных силах где-то там проходили какую-то подготовку, да, военную подготовку, и потом бы вас забросили на какой-нибудь остров на выживание. Конечно бы для вас это было вполне естественно, потому что у вас есть эта подготовка, а для других людей это было бы вообще невозможно, ну, как это, взять человека, там, я не знаю, из города, и поместить его на необитаемый остров и сказать, выживай, как? Это для него непонятно. А для вас это естественно, поэтому то, что с вами происходит, вот вообще в вашей жизни для вас, это как будто бы естественная среда, вы можете дать объяснение многим вещам. Вот. А ваши нравственные, моральные ценности, они намного выше. Знаете, когда спрашивают, почему мудрецы молчат и не столь разговорчивые, то здесь, знаете, ответ такой происходит в плане того, что когда один мудрец находит другого мудреца, вот, они предпочитают больше молчать. Почему? Потому что их уровень знаний, они, он настолько высок, что они друг друга понимают и без слов. Ну, то есть, бессмысленно что-то говорить, потому что один и другой знает примерно одно и то же, да, то есть, он и так узнает. Вот. А когда ты, когда мудрец встречает глупца, то смысл объяснять что-то глупцу, потому что он и так это не поймет, он просто не дорос. Здесь, опять-таки, не в плане неравенства, а в плане того, что глупец должен дорасти до слов и понимания мудреца. Поэтому сотрясание, бессмысленное воздухо, вот, оно именно в вашем понимании, да, оно действительно бессмысленное. Ну, толку объяснять что-то, да, как говорится, моська гавкает, а слон идет. Вот здесь вот примерно то же самое. Поэтому, да, вы прекрасно знаете, что по пажу мечей, да, за вами кто-то там сплетничает, что-то рассказывает, придумает какие-то интриги. Где-то вам это в какой-то степени нравится, потому что это создает какой-то для вас, знаете, это развлечение, здесь как будто бы такой образ, вы сами удивляетесь, что о вас люди говорят, знаете, такие вымыслы, которые вы бы сами там я не знаю, никогда бы в жизни не придумали там, а, он такой, потому что там у него там, я не знаю, волшебные какие-то способности, либо там у него третий глаз открыт, либо еще что-то, ну, что-то такое, да, что вас забавляет, но при этом вы не опровергаете этих мифов. почему? Потому что, да, знаете, с одной стороны вам весело, это вас развлекает, а с другой стороны у вас есть такое ощущение, ну, говорят, ладно, пусть говорят, да, как это, передача Малахова, пусть говорят. поэтому с коллегами, да, сплетни я уже сказала, за спиной, говорят, разные говорят, вот, очень часто вас достают с какими-то вопросами, на которые, вы знаете, вот ощущение того, что, блин, вот вы смотрите на человека, да, и вот он начинает вам что-то говорить, так смотрите, а, боже, это же элементарные вещи, как ты их не можешь понять, но это, говорите, вы с высоты своего собственного опыта знаний, с высоты своего собственного уровня, и вот вы на это, вот с такой высоты, да, смотрите на всех. Еще раз скажу, это не эгоизм, это не надменность, это наличие вашего опыта знания и высокого уровня интеллекта, да, то есть вы много читали, работали над собой, и это результат, как этой жизни, так и следствие прошлых, прошлых воплощений вашего опыта, вот, поэтому вам кажется, что для вас, опять-таки, да, ключевое кажется, вам кажется, что это элементарные вещи, а люди вот вас видят, слушают вас иногда с открытым в том, независимо, о чем речь идет, да, здесь про коллег мы говорили, что у вас происходит при общении с друзьями, ваша самооценка, то есть, ну, пока я вижу, что все окей, ваша самооценка, в общей степени не случайно выпадает умеренность, потому что, знаете, вот присутствует какая-то, не то чтобы скукота, а такое, знаете, в Багдаде все спокойно, я все контролирую, все спокойно, так, при общении с друзьями, ваше, а вот здесь у нас появляется уже Паш Куфиков, и аркан умеренности на повторе, что у вас происходит действительно с вашей самооценкой, вот с друзьями, да, я не знаю, какое количество друзей здесь, здесь две ветки, может быть, одна большое действительно, а может быть, у кого-то вот прям один друг, здесь не в количестве разница, а здесь речь идет о том, что здесь все, что касается самооценки, происходит исцеление, то есть, вы как будто бы об ваших друзей, где-то можете, знаете, показать свою детку, где-то можете показать свою невинность, ранивость, то есть, вот здесь вы, я могу сказать, внимание, не перед семьей и родственниками, а именно перед друзьями, вы снимаете свои маски, показываете свое истинное, настоящее лицо, для того, чтобы, знаете, вот, особенно если вы женщина, да, поплакать, ну, потому что мужчин, наверное, это не свойственно, но возможно, знаете, показать свою ранимость, показать свою, может быть, где-то несостоятельность, то есть, вот, когда есть такая необходимость, как-то, хочется сказать, излить влагу на другого человека, вот вы исцеляетесь, вы в кругу ваших друзей, да, здесь могут быть слова, которые вас ранят, почему, не с плохой точки зрения, здесь вас не обижают, а здесь вам показывают реальность, какая-то она присутствует, то есть, здесь, знаете, такое ощущение, когда приходит воин в доспехах с войны, и вот он видит маленького щенка, падает перед ним на колени, и начинает рыдать, почему, потому что вот эта вот душка, вот эта вот милота, это животное прекрасное, что оно вызывает его на эмоции, то есть, видя своих собратьев, как они умирали, он может не проронить слезу, а вот здесь вот что-то такое, либо когда, я не знаю, маленький ребенок нарисует, там, портрет папы-мамы, и он подносит, и говорит, вот смотри, и тут смотрит, и вот это вот как-то что-то, какие-то тонкие струны души затрагивает, и проливаются такие слезы, которые, вы знаете, приносят облегчение, вот здесь вот именно такие моменты происходят, именно облегчение, вскрытие реальности, такой, какая она есть, и это идет исцеление, вот здесь самооценка, да, она может у вас быть даже заниженной, то есть, заниженной в каком контексте, вы можете показать свои слабости, свои уязвимые места, вы можете раскрыть свою душу, то есть, вот здесь вот полное какое-то доверие, полное успокоение через очищение, то есть, вам друзья могут показывать ваши какие-то сценарии, где и как вы поступаете не совсем правильно, может быть, и вот здесь вот нету каких-то обид, здесь открытые отношения, но, знаете, здесь вот вас могут воспринимать в какой-то степени, если мы говорим о самооценке, да, как маленького ребенка, иногда они даже такое говорят, что, ну, блин, ты какой-то вот, ну, незрелый, да, вот в их глазах, именно в их глазах, в глазах ваших друзей, настоящих друзей, да, незнакомых, неприятелей, то есть, здесь идет четко, я четко различаю, разграничиваю, что это вот именно друзья, они могут видеть вас, именно маленького ребенка, иногда могут даже потрунивать над вами, подшучивать, подсмеивать, и вы это принимаете, да, то есть, потому что им, как будто бы вот дозволено видеть то, что вы скрываете от других, и иногда даже от самого себя, и именно через этих людей, через ваших друзей, вы лучше узнаете себя, потому что именно с ними вы открываетесь, показываете свое лицо, и тем самым вы узнаете себя, кто вы есть, да, но здесь разговоры, они могут быть очень эмоциональны, очень, ну, то есть, здесь очень много воды, как говорится, проливается, да, очень много слез, слез не обид, слез очищения, хорошо, а ваша самооценка при общении с женщинами, боже, я уже столько наговорила, на одну позицию, ваша самооценка при общении с женщинами, тройка пендафи, здесь опять-таки чувство, когда вы как будто бы сообща вместе что-то строите, вот смотрите, как интересно получается, ваше общение с мужчинами, оно действительно идет через мужские энергии, через жезлы и великий аркан солнца, то есть общение, взаимодействие с мужчинами для вас намного важнее, независимо, опять-таки, кто вы мужчина или женщина, нежели общение с женщинами, потому что при общении с женщинами, знаете, здесь идет какое-то вот проявление себя, именно в материальном плане, ну допустим, если вы женщина, то вы можете как-то вот совместно трудиться над чем-то, хочется сказать, какая-то вот может быть уборка дома, да, либо работа, либо куда-то сходить вместе, да, вот что-то купить, вот что-то сообща, где вы делаете, прикладываете к этому усилия, но энергия общения с женщинами, здесь тоже есть дистанция, если с мужчинами нету дистанции, а такое вот там более теплое, вот более настоящее какое-то, вот такое ощущение, знаете, что если вы женщины общаетесь с мужчинами, они говорят, вот рубаха парень, вот все, да, прям свой человек, а с женщинами здесь как-то, они не столь значимы для вас, здесь держите какую-то некую дистанцию, здесь на равных, вот что ты мне даешь, то и я тебе даю, у меня ощущение какого-то, знаете, вот безразличия от женщин, ну есть, есть хорошо, пообщались как-то, вот вы как будто бы не обращаете, здесь как будто бы зависть какая-то веет, да, хотя в принципе, вот знаете, у меня в раскладах есть такая фишка, поскольку я считываю интуитивно, арканы могут говорить одно, но энергия моя, она говорит другое, и вот здесь вот моя энергия, она как раз-таки говорит о том, что возможно где-то вас используют женщины, как в контексте исцеления, да, ну то есть, во-первых, вы умеете держать язык за зубами, вам могут рассказывать какие-то свои секреты, тайны, особенно знаете, когда кто-то кому-то изменяет, а его к вам приходит, начинает его рассказывать, и знает, что дальше вас это никуда не пойдет, но здесь вот какая-то такая, знаете, зависть может присутствовать, зависть того, что вы все время сбалансированы, что вы все время собраны, возможно, вот зависть вашему состоянию спокойному, вот как будто бы, что у вас все хорошо, что вы какая-то независимая, вот чувство, да, что у вас могут быть какие-то даже трудности, сложности в жизни, но вот именно в вашем лице, как будто бы, знаете, женщины могут говорить, а, она все решит, да, типа, а, она все умеет, у нее все получится, то есть, если аналогичная ситуация будет происходить у кого-то другого, то это вот прям драма, а когда у вас, то это, а, знаете, как, ну, ничего такого особенного, да, она как будто бы справится, и вот здесь, не то, что это консекст, показатель, вашей силы воли, и способности решать задачи, а здесь контекст того, что, как будто бы действительно, она вас смотрит, не как на женщину, а как больше, знаете, вот на мужчину с мужскими качествами, что вам все подвластно, даже если вы можете быть очень женственной, да, здесь вот именно про характер идет речь, вот, из-за этого какая-то вот зависть, что, знаете, как будто бы говоря, что вот вы везунчик, а она везунчик, или а он везунчик по жизни, да, с ним ничего не будет, да, как будто бы вот родился в рубашке человек, вот какой-то такой, да, знаете, какая-то зависть, тому, что вы, все равно присутствует у вас какая-то уникальность, как-то вы выделяетесь на фоне других людей. на этом все, первая позиция подытожила, и скажу, что, если мы говорим про самооценку, по значимости, на вас влияет, ваша самооценка может измениться в присутствии мужчин, что касается родственников, семьи, знаете, как-то не то, чтобы фиолетово, а как-то так, я в наблюдательной позиции, вы делаете, что хотите, вот, а я буду просто за вами наблюдать. Ваше уязвимое место, это ваши друзья, ощущение того, что это громко сказано будет, но в вашем случае, да, что вы можете, знаете, отдать все. Я не буду говорить про душу и жизнь, потому что это все-таки слишком ценное, да, но если ночью позвонить и сказать, что беги, горю, вот, вы придете, прибежите, все бросите, спасете. То есть для вас, друзья, это очень большая ценная значимость. Мужчины для вас важны, в вашем окружении. Они, не то, что они повлияют на вашу самооценку, но они приоритетнее, нежели женщины. Женщины для вас это, это так что-то такое мелькающееся, есть, есть. Вот, с коллегами у вас все хорошо, с коллегами, клиентами, хотя сплетни присутствуют, ну и общая энергетика, может быть, сейчас я вас словила в том состоянии, когда у вас все хорошо, вот, вы прекратили себя насиловать, в прямом и в переносном смысле, и как-то, вы знаете, успокоились. Это была у меня первая позиция, мы переходим к позиции номер два, к красненькому камешку, общая энергия, двоечки, у вас сейчас. Общая энергия, не самооценки, а вообще ваша энергия, сейчас какие-то, знаете, вот ощущения того, что вы включились, в какое-то расставание, в какие-то негативные эмоции, да, и как-то не можете от них выключиться, то есть вы настолько проживаете, здесь не цикленность, а не зацикленность, а как будто бы, где-то глубоко в душе, у вас есть вот это вот непонимание, как дальше двигаться, потому что есть какая-то боль, скорбь, о том, что произошло в вашей жизни, когда, знаете, связь разорвана на физическом плане, вот, но мысли о человеке, они не перестают быть, здесь была какая-то утрата, которую вы носите все равно где-то внутри себя, да, безусловно, вы понимаете, что уже точка, здесь уже ничего не вернуть, но когда у вас есть момент, и вы погружаетесь внутрь себя, вы видите вот эту вот боль, боль и от того, что, я не знаю, то ли эта ситуация не может снова вернуться, то ли это человек, вы никогда с ним не будете, и вот боль от утраты, от того, что я не могу разорвать какие-то связи, опять-таки, не на физическом плане, потому что здесь все, точка поставлена, завершена, а именно на более тонком плане, когда настоящие связи, настоящие контракты подписываются на небесах, вот здесь сейчас такое состояние, когда я прислушиваюсь, я прислушиваюсь к себе, куда мне идти, что мне дальше делать, но я не нахожу ответа, потому что, как бы слух мой не обострялся, мне становится страшно, мне становится страшно от каких-то шорохов, от того, что меня окружает, вот здесь какое-то состояние именно страха, что где-то я и нахожусь под присмотром, может быть, высших сил и небес, но мне все равно страшно, вот здесь какая-то такая энергия. Так, посмотрим, ваша самооценка при общении с мужчинами. Аркан колесницы. И четверка звезла. Такое ощущение, что как будто бы мужчины на вас охотятся. Если вы женщина, а если вы мужчина, то здесь, мне почему-то кажется, что вторую позицию мужчины не выбирают. Либо если вы мужчина, то здесь у вас более мягкий такой характер. Больше свойственны женщинам, нежели мужчинам. Более мягкие такие черты характера проходят. Ваша самооценка. Здесь, знаете, вот если женщина, то чувство того, что как будто бы мужчина за вами охотится, чтобы вас как-то использовать. Вот ваше общение с ними, оно такое, что им как будто бы что-то и от вас надо. А у вас желание такое, знаете, скрыться, спрятаться, но при этом держать мужчин, ну вот на виду, да, то есть как будто бы, знаете, за какой-то ширмой. Ну то есть, ширма интересная, это по-русски или по-гречески? За, да, по-русски, за какой-то ширмой, когда вас не видят, а вы видите. Вот здесь такое ощущение общения с мужчинами. Знаете, какого-то такого маленького ребенка, который, ну, во-первых, вы у мужчин не понимаете, если вы женщина. Здесь они, они вас как будто бы притягивают вот своей какой-то силой, именно мужской, даже не внешне, а энергетикой какой-то. Но в ваших глазах они как некие викинги такие, знаете, дикие, сильные, и при этом неотесанные. Какие-то вот неокультурные, знаете, вот дикие, именно дикие. И поэтому у вас страх, скорее всего, того, а вот, а как как этот дикарь отнесется к моей тонкой натуре, да, не поломает ли он ее. Здесь что-то такое вот большое, огромное, да, для вас кажется. это как это, Маша и медведь. Только Маша там в мультике, Маша, она хоть шустрая, а вы наоборот, в размерах, вот как раз-таки наоборот, да, вот этот медведь, он такой типа шустрый должен быть, а Машенька такая мягкая. Вот, это так вы себя ощущаете. Поэтому ваша самооценка, здесь я не могу сказать, что она как-то заниженная, либо завышенная, она такая, знаете, больше настороженная. Если вы мужчина, ваше общение с мужчинами, оно здесь на равных, если вы мужчина, да, и вы их видите как либо, хочется сказать, собратьев, да, по целеполаганию, по достижению каких-то целей совместных, либо здесь идет какая-то, вы знаете, стабильное, стабильное такое вот ощущение, когда вот мы идем на охоту, да, либо на рыбалку, то есть вот вместе хорошо отдохнуть, так знаете, вот вам комфортно. Здесь вот именно на равных, здесь нет ни ниже, ни выше ваша самооценка, она вам комфортна. Вот в кругу мужчин, если вы мужчина, вам хорошо, вам удобно, вам комфортно, у вас общие цели, у вас общие убеждения, общие взгляды, где-то вы можете расслабиться, повеселиться, отдохнуть, вот я не случайно сказала, вот эту вот рыбалку, да, когда можно вот куда-нибудь на пикник съездить, либо если вы такого спортивного телосложения, куда-нибудь на пешие походы, там в горы, куда-то вот в кругу, именно вот такой мужской энергии, которая вам знакома, и вы в ней ощущаете себя комфортно. Что происходит при общении с родственниками и семьей? Давайте посмотрим, что происходит с вашей самооценкой. Мне интересно, посмотреть. Четверка жезлов на повторе. Знаете, стабильно мы играем в театр. Каждый носит свои маски, у каждого свои какие-то интриги, ощущение того, что, знаете, в лицо смотрите, обнимаетесь, как дела, все хорошо, если нужно, я тебе помогу, напиши, а как только отвернется, человек начинается шу-шу-шу, и ты посмотри, как он выглядит, и если она женщина, какая она, когда стала толстая, и какие-то насмешки, но при этом, знаете, на людях, вот мы все идеальная семья, мы все вот такие вот братья, акробаты, у нас все хорошо, мы готовы друг другу подать руку помощи, вот здесь создается ощущение с одной стороны лицемерия, а с другой стороны действительно кто-то, я не знаю, либо это с вашей стороны, либо со стороны ваших родственников, да, вот такое ощущение, да, что я могу тебе помочь, а для кого-то здесь, потому что здесь разные энергии у меня пошли, для кого-то может быть, знаете, такое ощущение, что ваши родственники могут видеть вашу нужду, и, знаете, как будто бы ждут, чтобы столкнуть вас с обрыва, да, как будто, вы знаете, получают какое-то удовольствие от того, что вы, ну, в кавычках нуждаетесь, да, нищенствуетесь, здесь прям нищета, ни слова такое идет, но это их взгляды на вас, да, вот прям кто-то, может быть, есть такое вот ощущение у кого-то из ваших родственников, да, там, в семье, в окружении, вот именно, там, двоюродные, троюродные, не важно, вот такое, знаете, вот как будто бы этот человек позор семьи, вот у меня как-то так идет, знаете, вот какое-то такое пренебрежение, поэтому здесь ваша самооценка, сразу могу сказать, может пошатнуться, да, потому что здесь вот очень много лицемерия, почему вас считают, что вы какой-то вот позор, знаете, за ваш выбор, если, здесь может быть такое, что если вы выбрали, например, себе партнера, если вы женщина-мужа, а если вы мужчина-жену, которым не вашего круга, не вашего сословия, другой национальности, другой религии, другого, ну вот как-то, знаете, какая-то разница есть между вами, и разница в том, что вот ваш выбор, он не, не нравится вашей семье, вашему окружению, такое ощущение, что они вам как будто бы говорили, у меня чувство, что люди здесь, здесь семью показывают состоятельную, она выбирает себе человека, который, например, партнер или партнерша, который хочет достичь все самостоятельно, и вот как будто бы от вас здесь отказываются, отрекаются, говорят, ну окей, иди, иди, ты хочешь сделать, вот твой выбор, иди, но никогда не приходи за помощью, и вот вы в трудный момент как-то вот со своим партнером вместе все выстраиваете, но даже когда нужна помощь, как будто бы вы знаете, лисы вот эти вот ждут, да, вашу слабость, вашу минуту, когда вам нужна будет помощь, чтобы как-то вот знаете, вы смеете вас сказать, что мы тебе говорили, да, то есть вот здесь какой-то такой, знаете, вот некий изгой в семье, да, как, я не знаю, как оспа на теле, какой-то вот паразит, вот такое вот ощущение у меня идет по отношению к вам, независимо от того, мужчина вы или женщина, за ваш какой-то выбор, если это, допустим, не касается выбора вашего партнера, то здесь вот вообще какой-то ваш выбор, я не знаю, может быть, вы выбрали, к примеру, да, у вас какая-то вот, ну, нетрадиционная ориентация, значит, вы какой-то вот человек второй категории, либо вы выбрали ту работу, у вас там семья, я не знаю, все адвокаты, либо там все врачи, либо все военные, а вы выбрали бы, я не знаю, тарологом, либо там духовником, ну, вот что-то, что выходит из-за, за грани общепринятого в вашей семье, и поэтому вот здесь вам как-то, знаете, здесь еще такое ощущение, что вы так рветесь, так тянетесь к семье, вот это вот желание, да, быть частью семьи, но вот это вот ваше рвение к семье, вот вам не хватает реально теплоты семьи, оно с вашей стороны понимается, как мне нужна семья, я хочу, да, какие бы они ни были, они, допустим, мои родители, родственники, неважно, а с другой стороны, со стороны вашей семьи, такое, знаете, пренебрежение, вы это видите, но вы как будто бы, знаете, списываете это на то, что, ну, ладно, я их понимаю, да, они вот, ну, они так поступают, у них тоже есть какое-то свое понимание, да, и свои причины, так со мной обращают, то есть, знаете, вы как будто бы снисходительны, нет, не снисходительны, вы можете, как это слово-то, объяснить позицию, то есть, вы, вот вы как будто бы с душой, а к вам как-то холодно, ну, неприятно, нехорошая здесь энергия, знаете, их иногда даже еще и бесит, вот эта вот ваша белая пушистость, да, вот они как будто бы специально хотят вас вывести, на чистую воду ждут, когда вы все-таки покажете, либо какую-то слабину свою дадите, либо когда вы покажете свое настоящее лицо, с их точки зрения темное, что-то здесь такое, имейте в виду, что семья это то, что влияет на вашу самооценку, то, что касается мужчин, если вы женщина, то нет, если вы мужчина, то здесь все норм, так, при общении, при общении с коллегами, при общении с коллегами, что здесь, здесь трудно, здесь с коллегами вам тоже трудно, почему, потому что здесь коллеги тоже, так же, как и друзья, будут занижать вам самооценку, перекладывая на вас свои какие-то обязанности, здесь чувство того, что вы много вкладываете, много отдаете, а получаете шишек, то есть намного меньше, чем вы вкладываетесь, здесь такое чувство, что вас используют, поэтому здесь, вот именно с коллегами на работе, с клиентами, у вас будет всегда такое ощущение неудовлетворение, потому что вы знаете, что вами пользуются, но как-то вот что-то сделать по-другому не можете, поэтому как и родственники, так и коллеги на вас будут очень сильно влиять на вашу самооценку, оттуда у вас будут уроки ваши идти. Хорошо, при общении с друзьями, что происходит с вашей самооценкой при общении с друзьями. Да, вы знаете, здесь как-то, да, как-то одно и то же, да, вот как-то одно и то же. Такое ощущение, что знаете, как было в детстве, так и сейчас, ничего не, ничего не меняется. Это мне хочется спросить, а друзья ли они вам? Знаете, вот очень позитивные арканы, да, восьмерка жезлов и туса монет. Но вот у меня такое чувство, что вот вы с друзьями не открываетесь, ваше сердце, оно закрыто, вы, не то чтобы вы не доверяете, это вот как в кино, знаете, показывает у молодежи, всегда в кругу какой-то компании, есть один такой ребенок, член компании, который молчит. Вот на ней могут смеяться, либо не смеяться, либо обращать на него внимание, или нет, а он всегда будет молчать. Но при этом его всегда таскают с собой, то есть сказать, что вот он не в нашей компании, нет, но и с другой стороны, сказать, что вот он прям так активный, нет. Вот не знаете, как это, какое-то пятно, но здесь эти люди, на вашу самооценку, они никак не влияют. Вот с вашей точки зрения, присутствует какое-то такое вот безразличие, да, вот мне абсолютно все равно, есть вы, нету, вот как-то так идет. Но при этом вы иногда можете, знаете, они не то, что вами пользуются, а здесь такое ощущение, что вот вы иногда можете выдавать какие-то такие идеи, которыми они могут пользоваться, да, именно себе во благо. и вот здесь как, возможно, аккумулятор каких-то идей, желаний, вот что-то такое, может присутствовать, то есть они вас держат за то, что что-то есть такое ценное, важное в вас, что им нужно, но при этом это ценное, важное вы сами не оцениваете, то есть для вас, вам это кажется, ну, есть и есть, а для друзей ваших, вот то, что имеете, вы, я не знаю, может какое-то качество, может быть какой-то ваш навык, способность, опять-таки, понимаете, они не пользуются, то есть здесь не про то, что я тебя эксплуатирую, нет, а это когда, знаете, бывает так, вот нарисуешь какой-то рисунок, да, и он идеальный, и его скомкали и выбросили, и вам кажется, рисунок как рисунки, а таких еще 5-10-20 нарисую, а потом проходит какой-то хороший мастер-художник, он поднимает этот рисунок, смотрит и говорит, это же шедевр, да, это гениально, и он берет и показывает его как свой, и на этом зарабатывает там миллионы, вот что-то здесь такое проходит, поэтому сказать, что как-то влияют ли ваши друзья, мне кажется, какое-то ощущение, что у вас, блин, друзей-то нету, вот я бы сказала приятели, нет у вас друзей, есть друзья, нет у вас друзей, здесь как будто бы приятели, приятели есть, у меня такое чувство, что вы для всех, а они не для вас, и для вас это норма, понимаете, вот в этом-то самое обидное, потому что вот в этой такой, знаете, с одной стороны несправедливости, если посмотреть на две стороны, на вас и на ваших друзей, а с другой стороны присутствует справедливость, потому что это ваше отношение к себе, и то, как вы к себе относитесь, то вы и получаете от других, от именно тех других, кого вы называете друзьями, я не вижу, что у вас здесь есть друзья, нет, что происходит при общении с женщинами, с вашей самооценкой, вот здесь вот, мне кажется, с женщинами у вас хорошо, особенно если вы мужчина, начну с мужчины, если вы мужчина, то здесь самооценка, знаете, прям, я такой огненный, я такой вот Аполлон, прям, красава, так, знаете, не то, чтобы самоутверждаетесь, и здесь не про то, что на вас женщины как-то западают, либо возвышают вас, это ваше восприятие того, что вот на меня все смотрят, да, вот все женщины, они мои, это вот ваше какое-то такое вот восприятие, да, я бог и царь и повелитель, я такой классный, я такой крутой, сексуальный и все такое, а это знаете, особенно когда красивая женщина проходит, вот такая, я прям такой павлин павлином, стоит ей только пройти, сразу паник, вот, и погрузился как-то вглубь себя, в какие-то такие размышления, здесь как вспышками может быть, вот, но однозначно, если вы находитесь в женском каком-то коллективе, то здесь прям ваша самооценка, она поднимается, если вы мужчина, почему, потому что, знаете, вот они вас видят какую-то опору, они видят вас надежность, заботу, вот прям, есть такое желание с вами вступить в отношения, в такие серьезные, да, как-то двигаться дальше, прям, знаете, вы для них являетесь каким-то спасателем, я не знаю, это может быть как-то, как и души им излечить, да, так и в прямом смысле, да, то есть решить какие-то их задачи, то есть здесь самооценка, если вы мужчина, она поднимается, классно, супер, если вы женщина, и вы общаетесь с женщинами, то здесь, знаете, мне больше показывает, что вы не женщинами общаетесь, а вы общаетесь как будто с семейной парой, вот здесь не продельно про женщину, да, либо здесь одиночество в паре, ну, то есть здесь как будто бы женщина, они не то что разведенные, они в паре, но они почему-то мне показываются как-то вот одинокими, знаете, вот чувство, что я сам по себе, я сама по себе, либо они как-то закрываются, либо наоборот здесь ваше, нет, здесь не про это, нет, здесь вот вы как будто бы с парой какой-то общаетесь, здесь не про женщин, ваша самооценка при общении с женщинами, разрушение, так, башня смерть и сила, ну, женщина здесь на вас одна, однозначно имеет очень сильное влияние, да, и скорее всего здесь, особенно если это женщины-родственники, либо это женщины-коллеги, знаете, смотрите здесь как, здесь как будто бы женщины даны вам для уроков, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы стали более уверенные, чтобы вы нашли опора внутри себя, они меняют, разрушают ваше сознание, да, с помощью женщин вы проходите трансформацию, и безусловно, когда это случается, это всегда неприятно, поэтому я могу сказать, что здесь самооценка ваша в кругу женщин падает, но падает почему, потому что с ними вы проходите какие-то уроки, вот такое ощущение, что из-за них как будто бы, да, они как учителя вам даны, в вашей жизни потом что-то происходит, да, и это все направлено на то, чтобы вы стали более сильнее, более увереннее, поэтому однозначно, что на вас будут как-то давить, вас могут как-то показывать вот ваше несовершенство, да, указывать вам на ваши какие-то недостатки, в вашем окружении будут, это я говорю сейчас для женщин, в вашем окружении будут женщины такие яркие, харизматичные, сексуальные, вы будете чувствовать по отношению к ним себя, как серая мышка, да, которая не может найти свое место под солнцем, но вот это вот все дано для того, чтобы вы стали именно таким человеком, чтобы вы увидели в себе вот эту вот силу, вот эту вот харизму, этот магнетизм, потому что это есть вас, вот вам, к вам в вашем кругу, в вашем окружении, да, может быть очень много блондинок, хотя, кто его знает, но здесь женщины такие очень яркие, вот может быть даже какие-то такие, знаете, амазонки, да, с сильным таким стальным характером, с внутренним стержнем, а вы по отношению к ним какая-то вот такая вот мягкая, ну вот как маленькая девочка, вот, и здесь вот они влияют на вашу самооценку, да, они ее могут занижать, не мужчины, а именно женщины занижают вам вашу самооценку. Так, если мы подведем итог, я могу сказать, что коллеги и семья, вот здесь вот семья, она прямо имеет огромное значение, да, сначала семья, потом коллеги, а потом женщины, но в большей степени, если это женщины, особенно, знаете, такие взрослые, когда нужно, особенно если у вас такая восточное направление, да, когда надо почитать взрослых, надо уважать, всегда есть такая очень вредная дама, которая будет подавлять, а вы будете себя ощущать золушкой, вот здесь это вот как раз таки, это та дама, после которой у вас остается осадок, та дама, которая всегда, может быть, это даже и ваша мама, особенно если вы мужчина, всегда как-то вот чувствуешь какой-то, что, блин, я какая-то тряпка, вот, ну, неприятный осадок, хотя, возможно, где-то вот в каком-то обществе, да, вы можете, там, как-то себя проявить, но вообще, вообще, вот по самооценке, да, однозначно вам нужно работать, да, я вот могу сказать, что здесь очень много нужно работать над своей самооценкой, научиться, найти в себе вот эту внутреннюю силу, опору, не опираться на других людей, потому что у вас очень много разных людей, да, нельзя сказать, что вот это вот только вот эта категория людей, нет, вокруг вас очень много разных людей, они интересны, каждый сам по себе, но вы чувствуете себя какой-то вот песчинкой в пустыне, и ощущение того, что крокодилы, змеи, пауки и скорпионы, да, все вокруг вас, а вы вот такая вот одна маленькая, либо один такой маленький песчинка в этой пустыне, и вам приходится выживать, да, вот, я бы сказала, что, знаете, вот вы находитесь в таком очень интересном окружении, что если вы прекратите себя жалеть, и чувствовать себя каким-то таким слабым и несостоятельным, а посмотрите на ваше окружение другими глазами, как будто бы можно у них, вот вы попали в какую-то школу Шаолин, да, где мудрецы, которые обучают учителя через жесткость своих учеников, чтобы они выработали вот эту вот внутреннюю стержень свой, если вы будете смотреть через призму этого, то вы увидите, сколько многого интересного вы можете подчеркнуть от того окружения, в котором вы находитесь, насколько скорпионы, они могут вас научить, там, я не знаю, выживать, да, уметь давать отпор, насколько змеи могут дать вам какую-то мудрость, да, насколько крокодилы могут показать вам и раскрыть вам вашу сексуальную энергию, да, вот эту вот притягательность, силу эту, очень мощную, которую можно направлять на создание того, что ты хочешь, то есть на самом деле, вот я смотрю, у вас прямо в окружении есть очень интересные люди, да, которые, да, может быть у них у всех скверный характер, вот прям, ну вот мерзкий, противный, скользкий, да, но есть у каждого то, что можно подчеркнуть, и если вы, еще раз скажу, не будете себя жалеть, не будете ощущать себя вот такими никчемными и все такое, то вы сможете увидеть, насколько эти люди, они все разнообразные, и если вы впитаете хотя бы одно качество от каждого, насколько вы станете мудрее, насколько вы обогатите свою, свою душу опытом, который вам в дальнейшем не нужно будет проживать, то есть здесь такое, вы знаете, уникальный зоопарт, в котором все звери, они хоть и дикие, да, но они злые, а злые они, потому что они находятся в клетках, в вольерах и за решеткой, если их выпустить, да, то они друг другу глотку перегляжут, но у них у каждого своя природа, и вот ваша задача, у каждого зверя взять что-то из его природы, и насколько тогда вот этот зоопарт, весь он будет внутри вас, с хорошей точки зрения, насколько эти качества, они обогатят вас, это будет ваша мудрость, а не то, что знаете, как-то вот закрываться, и жалеть себя, потому что здесь вот эта вот жалость, детская, детская еще позиция присутствует, нет еще зрелости, да, вот осознание того, что происходит, и как происходит, то есть нету опыта, нету еще этого навыка, и вот просто посмотрите, понаблюдайте, возьмите, впитайте в себя, прям, знаете, вот если честно, вот прям, я бы тоже в таком окружении оказалась, неважно, насколько там тигры и волки, и медведи, и так далее, да, насколько это вот все дикие животные, такие очень агрессивные, насколько каждый из них, каждый из них, что он несет, причем очень глубоко, глубоко внутри себя, а с вашей эмпатией, прекрасной, вы можете вытащить из каждого вот этого человека, не для них, для себя, вот эту вот глубину, потому что очень глубокие люди вас окружают, за маской, они все за маской, абсолютно все, то есть наедине с собой они другие, но вот это вот, тогда бы я вот вам похлопала, поаплодировала, действительно, потому что есть здесь что подчеркнуть, на очень много, очень много, особенно есть один мужчина такой, достаточно немолодой, там, сколько же ему лет, ну около 50, он такой, знаете, с раскосыми глазами, почему-то он мне напоминает, вот людей в степи, ветер дует, поэтому они щурятся, и у них вот эти вот узкие глаза, какие-то вот, либо, знаете, такая либо ухмылка, либо хитрые какие-то глаза, такие лисие, но этот человек такой, знаете, вот прям, очень много знает, не суть, ладно, а то я сейчас начну вам здесь рассказывать, то, что я вижу, хорошо, это у нас была с вами вторая позиция, вот, пишите, пишите, что у вас там в комментариях, что у вас там отзывается, вот, на самом деле мне любопытно, потому что, когда в потоке читаешь, находишь столько удивительного, столько интересного, я же сама удивляюсь, откуда это все, а мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, такой колодой хотел, а, давайте посмотрим сначала общую энергию на, сейчас, какая у вас, потом будем разбираться с самооценкой, общая энергия, прекрасная, очень-очень радует меня, два великих аркана, и Рафант, и Солнце, да, такое ощущение, что, либо вы чему-то сейчас обучаетесь, да, либо, познаете какие-то сакральные, что ли, знания, здесь приятная такая, хочешь сказать, истинная энергия, да, человек обрел истину, у человека произошло какое-то вот озарение, понимание, да, что-то с чем-то таким вы столкнулись, что-то вскрыло, что помогло вам понять себя, как-то, вот знаете, осветить, ну, здесь однозначно, либо у вас мороз и солнце, день чудесный, да, то есть, либо у вас сейчас очень хорошее настроение, да, такое достаточно позитивное, что мне кажется, что я так криво сижу, такое позитивное настроение, теплое, может быть, кто-то сейчас проводит время с своей семьей, да, куда-то приехал, может быть, на, я не знаю, на выходные, либо собирается поехать, где-то вот, что-то такое родное, уже известное, там, где вы уже ранее бывали, какой-то такой домашний, здесь очень хорошая, очень теплая энергия, да, может быть, кто-то вот именно с родственниками, с детьми, с семьей, может быть, кто-то куда-то на пятник собирается, если нет, то это вот ваше настроение, такое, знаете, один из немногих дней в году, когда ты ощущаешь себя на позитиве, когда ты чувствуешь себя, что жизнь удалась, все хорошо, да, что очень такие теплые, теплые, приятные энергии, да, которые вас непосредственно удовлетворяют. Хорошо, ваша самооценка при общении с мужчинами, независимо от того, мужчина вы или женщина, что происходит с вашей самооценкой при общении с мужчиной, либо при взаимодействии, да, каким-то образом с мужчинами, что происходит. Первая карта была хорошая, да, начиналось, как говорится, все хорошо, да, рыцарь, кубков, аркан повешенной, смотрите, здесь такая, я бы сказала, некое такое зависание, да, то есть присутствует непонимание, вроде бы, знаете, здесь такое чувство, что вы открываете свою душу, если вы женщина, давайте так скажу, если вы женщина, как будто бы вы открываете свои души мужчинам, а потом не знаете, а что дальше, да, то есть как бы обнажаете себя, показываете свои какие-то, неприятные, а какие-то вот добрые, благостные какие-то намерения по отношению к мужчинам, либо вообще, когда вы взаимодействуете с мужчинами, а потом ощущаете себя в каком-то таком, знаете, а что теперь, да, то есть такое чувство, что вот как будто бы доверились, вот, не проверив, что это за человек, а теперь вот я не знаю, как мне быть, да, то есть вроде бы первичные намерения, они позитивные, они хорошие, вот, но как-то потом происходят какие-то ситуации, когда вы находитесь в состоянии непонимания, то есть либо вообще как-то не развивается общение, да, взаимодействие с мужчином, либо какая-то вот у меня ощущение какой-то путаницы, да, я не понимаю, а что теперь, то есть иногда бывает так, что вроде бы мужчина совершает в вашу сторону какой-то, какой-то шаг, да, первый, вроде бы казалось, что, ну, может завязаться какое-то такое дружеское общение, да, доверительное, но потом вдруг что-то такое произошло, и вы как будто бы в шоке, то есть, а что сейчас было, то есть, а как мне вообще дальше быть, что мне делать, и вот здесь вот, если мы говорим про самооценку, я склоняюсь больше, что в каких-то ситуациях вы из-за того, что не понимаете, нету ясности в ситуации, вы как будто бы, ваша самооценка немножко падает, если вы женщина, и опять-таки она падает, потому что вы немножко растеряны, вы как будто бы теряете контроль, не хватает вам как информации, да, для прояснения ситуации, вот здесь вот как будто бы такое, если вы мужчина, то может быть, знаете, такое, что дружите, дружите, потом гоп как-то, и наступает пауза, может быть такое, что вот все договорились, уже что-то сделать, и в последний момент все как будто бы, как это, ну, замирает, то есть непонятно, не продвигается, вот какой-то ступор, хочется спросить, а почему, то есть я не понимаю, почему такое, то есть непонимание, куда дальше двигаться, а почему это возникает, здесь какой-то, знаете, вот вы сценарий проживаете, да, то есть в самый такой момент, вот вроде бы все хорошо, хорошо, да, было стабильно, постоянно, а потом гоп, и какой-то уход, и какое-то расстояние, и развод может быть, либо как-то вот дружба прерывается, останавливается, уходит другой человек, ну, то есть нету развития, доходите до какой-то кульминации, а потом развития нету, вот я спрашиваю, почему они мне ситуацию описывают, потому что это связано с выбором, да, то есть здесь вам как раз-таки ощущение того, что вот ваши уроки, они проходят именно через мужчин, независимо от того, кто вы мужчина или женщина, да, здесь вам показывают, во-первых, как зарабатывать деньги, именно мужчины вас этому учат, да, либо от ценности, особенно если вы женщина, от ценности себя вы именно через, да, мужчин получаете, как вам стать каким-то таким, знаете, такое ощущение, что вот вас ведут, ведут, ведут за руку, да, какой-то период, а потом оставляют для того, чтобы, а теперь плыви сам, то есть я, допустим, тебе рассказываю, как нужно научиться плавать, да, в теории все рассказывают, и головой машешь, вроде бы, да, все понятно, а потом проходим и моряки, и гоп, сразу неожиданно как-то сбрасывают воду, да, и уходят, а ты хочешь жить в барахтасе, да, научишься таким образом, на практике, применять всю эту теорию, которая в тебя была вложена, и вы такое в недоумении, вроде бы, я тебе доверяла, а ты такую вот подставу, здесь вот ощущение, что могут быть какие-то вот подставы, но задача здесь как раз-таки этих подстав, чтобы научить вас, здесь вопрос ценности, цены, стоимости, ценности, достоинства, вот все, что вокруг этого, и, ну, то есть финансы, это в контексте цены, поэтому здесь самооценка, я, вот, знаете, вот прям вот на доле секунд, она может быть, занижаться, ну, прям на доле секунд, когда вы начинаете думать, а почему этот человек со мной поступил так, ну, есть, почему этот мужчина, либо почему эти мужчины, ко мне, со мной обращаются так, причем их поведение, да, но здесь вот именно контекст воспитательной такой работы, да, я могу сказать, независимо, еще раз скажу от того, что мужчина, вы или женщина, поэтому здесь вот малость, вот прям совсем малость может самооценка падать, если и падает, то на какой-то период, потом опять она восстанавливается, хорошо, ваша самооценка при общении с родственниками, либо с семьей, не видно, да, отсвечивается, да, либо с семьей, с родственниками, либо с семьей, есть такое ощущение, знаете, что устал, устало, устал, выдохнулся, да, выдохнулся, усталость, здесь наоборот в семье, вы, либо с родственниками, да, вы ведете главенствующую роль, смотрите, мужчины вас обущают, а в семье вы являетесь тем учителем, который показывает, как, как и что нужно, да, то есть вы являете эту роль учителя, причем так интересно, выпадает Иерафан, да, как учитель-наставник, мужчины для вас являются таковыми, а в семье вы, независимо от того, что мужчина вы или женщина, вы являетесь учителем, вы, и, знаете, вы очень много сил вкладываете, поэтому такая вот усталость, то есть может быть, как физическая, это комментальная усталость, здесь такое ощущение, что вы знаете, вот как будто бы работаете, все свои ресурсы, вкладываете именно в семью, поэтому, что здесь с самооценкой, я не могу сказать, что она здесь как-то занижается, либо завышается, здесь вот, это просто забирает у вас очень много ресурсов, если после этого вы чувствуете некое опустошение, то, ну вот к этому можно свести, например, как-то вот вашу самооценку, но я не думаю, здесь вообще не про самооценку, да, то есть в контексте именно родственников, и как-то в вашей семье, здесь не про самооценку, здесь именно про усталость, моральную, физическую, материальную, знаете, это когда есть маленькие дети, и ты смотришь и думаешь, блин, у меня еще впереди, ну как минимум там лет 15, когда надо вкладывать, надо что-то делать, да, и это не то дачи, то есть то дети болеют, им одежду, то обучение, то еще, то есть это то, что, знаете, вот просит, просит, дай, 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 и вопрос не в том, что вы ожидаете что-то взамен, а просто в том, что то, что вы вкладываетесь, это очень-очень много, это очень энергозатратно, у вас на это уходит очень много времени, причем это, знаете, как черная дыра, которая берет, только берет, 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 здесь ощущение того, что особенно если вы женщина, материнский инстинкт у вас очень сильно развит, когда вы готовы пожертвовать, как пеликан своим собственным сердцем, чтобы скормить своих детей, то есть вы на такое способны, прям вот такая, такая самоотдача, полное самопожертвование во имя своего чада, особенно если вы работаете где-то еще и на внешней работе, то здесь вот прям истощение может быть полнейшее, то есть надо и на работе успеть, и дома, я не имею в виду о бытовой жизни, а вот здесь вот именно взаимодействие с людьми, вы их подкармливаете своей энергией, то есть все на вашей силе, там главный ваш фокус, вы можете, знаете, думать все время о работе, заниматься какими-то другими делами, но это вот прям как какая-то машина, да, которая вот высасывает, как пылесос, который высасывает из вас очень много энергии, поэтому общение с людьми, родственниками, с вашей семьей, пускай это родительская, либо та, которая у вас есть, либо там у родственников, это вот прям очень энергозатратно, это я не знаю, какие ресурсы, вот все, которые у вас есть, вы туда сливаете, есть такое ощущение, что если вы что-то хотите достичь своей жизни, вам нужно перерезать полностью вот эти вот каналы, и тогда вы удивитесь, вы сразу выздоровеете, если есть болезни, вы сразу упадете в горы, если у вас там какие-то трудности финансов, вот там весь ваш, ну там процентов 70-60-70 всей вашей энергии, туда вы сливаете, здесь не про самооценку, хорошо, ваша самооценка при общении с коллегами, при общении с коллегами, коллегами и друзьями, ну либо клиентами, у кого что есть, ну здесь на равных, здесь такое ощущение, что я хозяин, я управляю этой ситуацией, поэтому здесь нет, здесь я, я контролирую, здесь все нормально, здесь все нормально, здесь даже где-то в каких-то моментах вы можете чувствовать удовлетворение, от того, что все складывается так, как вы хотите, то есть здесь даже иногда в каких-то моментах, ваша самооценка может подниматься, где про мужчин я говорила, малость она опускается, где-то на процентов 5-10, то вот здесь вот где-то на процентов 20, она у вас может подниматься, то есть бывают такие моменты, когда проскальзывает это, кто молодец, я молодец, вот здесь с самооценкой, так достаточно такая серьезная фигура, такая представительная, и здесь вы знаете себе цену, да, то есть если, например, в семье может показаться какой-то, знаете, у меня такое ощущение, женщина в халатике, там, я не знаю, ну такая какая-то, с хвостом на голове, то на работе прям такая вот представительная, вся подтянутая на каблуках, и вообще возникает такой диссонанс, это и это, это одно и то же лицо, да, а если мужчина, то здесь наоборот, то в семье может быть такой, знаете, добрый, у меня такое ощущение, что если вы мужчина, то здесь мужчина холостой, либо у вас была семья, и тогда вы платите алименты, либо как-то вот помогаете своим родителям, туда энергии, но я не вижу, чтобы вот женщина, она у меня здесь замужняя, причем может быть даже и многодетная, а мужчина здесь он такой холостой, либо дети, если приходят, то как-то вот, ну выходные, что-то такое, здесь вот мужчина, он как-то один, у меня просказывает, ладно, идем дальше, ваша самооценка при общении с друзьями, что происходит, когда вы общаетесь с друзьями, у меня такое ощущение, не пришло ли время вам посменить друзей, да, вот если во второй позиции, знаете, друзья были такие, ну, номинальные, то здесь такое, что с какими-то крокодилами, что ли, вы общаетесь, это как, знаете, как в анекдоте, да, пойдешь за водой и мне принеси, вот что-то такое, здесь как будто бы, знаете, вот ваши друзья, когда вы к ним обращаетесь и говорите о том, что вы находитесь в какой-то нужде, хотя бы морально поддержать, в ответ вы слышите, что, ой, а мне тоже плохо, да, то есть вместо того, чтобы обратиться к друзьям, чтобы они вас как-то поддержали, в конечном итоге вы их поддерживаете, да, здесь у меня ощущение, что касательно ваших друзей очень много иллюзий, да, очень много иллюзий и в какой-то момент, когда они могут показать вам свое истинное лицо и где-то вас уколоть, вы начнете удивляться, да, как будто бы начнете, ну, условно говоря, жаловаться, я просто сейчас не могу придумать какое-то другое слово, вот, о том, что, а как ты со мной вот так вот поступил, как такое могло быть, но на самом деле, здесь, знаете, когда идешь мимо кактусов, всегда должен быть готов к тому, что любой кактус может тебя уколоть, если ты слишком близко подойдешь и будешь очень неаккуратен, так вот здесь вот есть какая-то такая иллюзия, что кактусы это растение, кактусы это прекрасные, красивые цветы, когда они еще и цветут, то есть такое ощущение, что вот вы акцент делаете на эти цветы, на растения и все такое, но при этом забываете, что есть колючки, и вот когда вас уколят, вы в таком неком недоумении, а почему такое случилось, потому что у вас есть иллюзии по поводу ваших друзей, здесь не про то, что друзья у вас будут занижать вашу самооценку, либо завышать, а здесь друзья ваши, это вот именно друзья, не приятели, не знакомые, я четко ограничиваю это, а именно друзья, это темный лес, я бы пересмотрела, да, их отношение к вам, причем выпадает в высший аркан суда, вы этих друзей заслужили, хочется так сказать, вы их заслужили, почему и что, посмотрите, что здесь за сценарий, что у вас здесь за уроки, что-то здесь такое есть, вот из всех сфер, пока, я бы сказала, обратить больше внимания на друзей, здесь такое ощущение, что знаете, как будто бы затесался какой-то волк под овечьей шкуркой, здесь легко и и предательство, может быть, не знаю, что-то посмотрите, мне здесь не очень нравится, ваша самооценка при общении с женщинами, давайте теперь посмотрим, независимо от того, мужчина ли вы или женщина, ваша самооценка при общении с женщиной, такое ощущение, что с женщинами вы работаете, здесь вот все строго, здесь все строго, здесь все конкретно, здесь все понятно, здесь чувство, что какие-то вот деловые отношения, потому что выпали две педагливые масти и императрица, у меня такое ощущение, что если вы мужчина, вы к своей жене, хотя я говорила, что вы здесь халакстяк, вы как-то к своей жене либо по имени и отчеству обращаетесь, либо по фамилии, здесь вот что-то такое, знаете, официальное, я могу сказать, что здесь ваша самооценка, она поднимается, она поднимается не за счет женщин, а поднимается за счет того, что вам приходится быть в тонусе, то ли здесь женщины, которым нужно соответствовать, они такие статусные, представительные, уверенные, им нужно соответствовать, и это помогает ваши самооценки, а тоже подняться. Если вы мужчина, то здесь может быть так, что женщина зарабатывает больше вас, и вам, чтобы не упасть лицом в грязь, приходится что-то такое совершать, делать, но как минимум, если вы ходите в какие-то светские мероприятия, либо где-то в кругу каких-то официальных встреч приходится как-то выглядеть более потянут, то есть если вам комфортно, как мужчине, там есть джинсы, форма, все такое, то здесь приходится одевать и костюмы, то, что соответствует, поэтому здесь самооценка будет подниматься. Если вы женщина, то здесь такое ощущение, что женщины здесь как-то может быть либо ваша начальница, либо здесь какая-то очень официальная, строгая, да, вот прям, особенно если это ваша мама, да, вот прям такое ощущение, что, как раньше было у аристократии принято к обеду приходить официально одетым, ну, то есть даже если дом ужин какой-то, то ты должен соответствовать, как-то официально одеваться с вилочкой, с ножичком, там вот все эти приборы, все должно быть по местам, то есть нету такой вот расхлябанности, то есть ужин – это ужин. Есть какие-то вот такие правила, которые устанавливает какая-то вот авторитарная женщина, которые имеют связи, имеют вес в обществе, поэтому вам, хочешь не хочешь, нужно соответствовать, и это, с одной стороны, я не могу сказать, что вам это не нравится, нет, вам это даже к какой-то степени не нравится, вы где-то к какой-то степени, если вы женщина, хотите быть похожи на нее, но вам нравится, потому что она держит вас в тонусе, она не дает вам расслабляться и быть той женщиной, которой вы находитесь в семье. А вообще, здесь общение с женщинами у вас идет чисто на профессиональную сферу, здесь как будто бы вы разговариваете о том, сколько вы зарабатываете, сколько вы вкладываете, очень много разговоров о деньгах и о работе. Если даже с женщинами есть какая-то беседа о мужчинах, то любовного такого характера, то, как правило, знаете, это все завязано на каких-то ресурсах и на выгодах. Какая выгода, какие связи у этого мужчины, что я могу получить, вот здесь что-то такое. Хорошо. Если подвести итог в контексте вашей самооценки, то я в общем могу сказать, что ваша самооценка на данный момент где-то 8-9 из 10. Достаточно хорошо. Я не думаю, что на вас что-то может здесь повлиять. Единственное, что мне не нравится, то, что вы сливаете очень много энергии и силы на семью. Это может приводить вас к психосоматике и каким-то заболеваниям. причина это семья. Что касается мужчин, это ваши уроки. Да, здесь опять-таки они не влияют на вашу самооценку. Я бы сказала, они больше как-то помогают вам в развитии. Вам не нравится то, как выстраиваются ваши отношения с мужчинами, но это способствует вашему дальнейшему развитию. Причем здесь могут быть вообще отношения партнерские, либо человек как-то вот в одиночку развивается. Что касается женщин, здесь вас держат в тонусе, поэтому поднимается самооценка. Что касается коллег, тоже достаточно такая завышенная самооценка. Ну, хорошая, приятная здесь не в упадке. Мне не нравятся друзья. Здесь не то, что они влияют на вашу самооценку, но я бы пересмотрела кто вокруг вас и почему эти люди. Здесь такое ощущение, знаете, что вы как будто бы не обращаете внимания на своих друзей, потому что нету времени. Нету времени, нету ресурсов, там семья забирает, там мужчины работают и так далее, но вот это, знаете, это как опасно. Здесь какие-то крысы, которые, с которым не мешало бы, они могут воровать у вас какие-то идеи, какие-то бумаги, какие-то мысли. Что-то здесь не очень-то хорошо, но такое ощущение, и здесь как раз таки, ну, как будто бы, вы знаете, бывает такое, руки не дошли. Я не знаю, особенно такое, вот, в документации, например, да, стопка бумаг, надо это разобрать, надо это разобрать, и все руки не доходят. Допустим, если это домашние какие-то дела, да, там, я не знаю, здесь убралась, там убралась, а вот там до погреба, либо там до шкафа, все никак руки не доходят. Вот есть это выражение. Здесь такое ощущение, что у вас до друзей руки не доходят, но если дойдут, вы очень много интересного узнаете, скрытого, какого-то потаенного. Аркан суда, он просто так не выпадает. здесь какой-то кармический урок, причем это уже завершает, здесь это нужно завершить, то есть если вы долгое время думали, нужен мне этот друг, не нужен, скорее не нужен, потому что здесь аркан завершения идет, да. Почему такое, знаете, вот идет, как аппендикс, да, он вроде бы и нужен, но в то же время он меня настолько тревожит, беспокоит, и вот все никак не могу сходить к врачу, да, чтобы его вырезать. Вот что-то такое здесь, вот, не знаю, мне не нравится, здесь энергия такая не очень хорошая. Вот именно вот здесь, именно здесь, женщинами все классно, круто прям чувствуется энергия, а здесь нет, а в семье вообще усталость. Вот такой был, такая была у меня сегодня третья позиция, жду ваших комментариев, всех благодарю за лайки, за то, что вы комментируете, последнее время стало мало комментировать, почему, но при этом я все читаю, потому что у меня есть такое, знаете, общее ощущение энергетическое, что мне нечего вам сказать, вот, я предпочитаю молчать, то есть, если есть что сказать и по существу, да, на что-то обратить внимание, я это сделаю, а так, в принципе, я просто читаю и, ну, отмечаю, что, то есть, сердечки, это означает, что для меня, по крайней мере, что я это прочитала, что я ознакомилась, я обратила на это внимание, но вот если есть какие-то моменты, да, где мне хочется ответить, я это сделаю, а так, в принципе, последнее время, я, не то, что мне не хочется, я не чувствую, что вот нужно что-то сказать этому человеку, да, либо как-то, такое ощущение, что человек просто делится чем-то своим, и он не, не находится в том, в том состоянии готовности что-то услышать, да, что-то принять, то есть, пока не нужна какая-то помощь, поэтому стало очень мало, ну, это если просто кто-то задумывается, стало много, мало моих комментариев, а я с вами прощаюсь, хочу пожелать вам всем отличных выходных, отдыхайте, проживайте в моменте, не считайте ничего, само собой разумеющегося, да, снимайте себя с автопилота жизни, и будьте более активными и осознанными как можно большее время в течение дня, задумывайтесь, уделяйтесь время себе для того, чтобы размышлять больше о жизни, о душе, и как можно меньше каких-то вот таких бытовых моментов, потому что все-таки не забывайте, что вы душа, которая развиваетесь, а не только тело, да, которое требует отдыха, сна и покрытия каких-то своих потребностей, постарайтесь уделять хотя бы какое-то время, несколько минут о том, чтобы задумываться, кто я, что я, куда я иду, почему я прохожу эти уроки, что мне нужно, к чему я вообще стремлюсь, и как устроен на этот мир, хотя бы, если на несколько минут вы задумываетесь, в день, это, во-первых, вытаскивает вас из вашего внутреннего, бессмысленного диалога и вот этой ментальной жвачки, и привносит какие-то, какие-то очень важные зерна. Всем пока-пока!